Приветствую вас. Я, честно говоря, думаю, Любовь, что вы немножечко торопите события. В том смысле, что, на мой взгляд, вы не описали ни одного симптома проявления психопатии. Потому что пока что ваш брат выглядит просто как человек, который оказался между молотом и наковальными. То есть вы старшая сестра, младшая сестра и младший брат и брат, о котором вы говорите, Коля. Это очень средний человек. Это очень средний во всех отношениях человек. Потому что, когда он родился, уже были вы и его старшая сестра. И, понимаете, на мой взгляд, ему просто не бабали эмоциональности, близости. И, как бы, из-за этого, на мой взгляд, он такой. Плюс ко всему, да, переходный возраст. Но, надо сказать, что хоть возраст-то и переходный, но, тем не менее, проблемы, такие как замкнутость, меркантильность, в смысле того, что, ну, в смысле того, что человек ориентирован на деньги. Это всё с ним будет сохраняться и дальше, возможно. Поэтому, что вы можете сделать, это пытаться подгадать состояние вашего брата, улавливать его чувственные порывы и стараться дать им выход. То есть, случить неким таким трамплином. Трамплином для выражения чувств вашего брата. Что же касается грубости, что же касается того, что вот, ну, того, что он, значит, грубит младшей сестре, грубит маме, не любит кота, то есть подозрение, что это классическая такая недолюбленность. То есть, я, конечно, сижу со своей такой позиции психолога, да, то есть, я сижу исключительно со своей точки зрения психолога, я не врач. И вот, в чём, мне кажется, вы не бравы, это в том, что хотите, чтобы вашему брату поставили диагноз, ну, заочно, заочно, как бы. То есть, это вот не работает. Так, вашему брату ни один профессионал не будет ставить диагноз заочно. Нужен очный осмотр, нужны тесты и так далее. Вот. Хотя я понимаю, что вы, скорее всего, скажете, что это невозможно сделать, я отдаю себе в этом отсчёт. Тем не менее, сути этого не меняют. Никто не доставит диагноз вашему брату по интернету. Основывается только на том, что вы пишете. Это, на мой взгляд, вообще нарушает все возможные правила этики. Вот. Значит. Судя по всему, у нас и с сестрой отношения не очень хорошие, потому что её, как вы говорите, прорвало. Вот. Ну и с братом предыстория отношений тоже интересная. Потому что вы осознали, что совершенно его не знаете и почему-то вам внезапно захотелось его узнать. На самом деле, психопаты, они как раз таки более приятные в общении. Потому что понимают, что, ну, что отсутствие у них чувств заметят и, как бы, быстро выявят. Поэтому, тут ваш брат выражает свои эмоции и говорит о том, что чувства, чувства у него есть. У психопата чувств нет. Вот дело здесь не выпадет, а у психопата вообще чувств нет. Как бы. И ваш брат чувствует, чувствует, чувствует ненависть. А ненависть это конверсированная любовь. Ну. То есть, ваш брат производит впечатление от человека, которого очень много раз отвергал. То есть, ваш брат просто ведёт себя, как очень, такой, отверженный. Человек, который не верит в существование любви. Вот. Что, опять же, для родственского возраста, которому свойственна гиперболизация всего и вся, ну, вполне нормально. Вот. Кот для вашего брата, так же, как и эта девочка, символ из того, что, чего он, очевидно, считает себя недостойным. Вот. Отсюда его, такое соответствующее поведение. Кто бы что ни говорил. Значит. Ну и историю, которую вы описываете. Значит. Что. Месяц назад начал общаться с девочкой, просто общаться. По иронии судьбы, девочка была подругой сестры. Сразу сознала, у него вроде была какая-то симпатия, она была прямо в него влюблена. Месяц они общались. То есть, потом брат ушел, выигнор и пропал с радаром. И сорвался, брат, испугался всего. Чилф, испугался близости. Вот. Значит. Ей, потом он проиграл в карты и написал, я тебя люблю. На спорте. Ей было очень плохо, но было смешно. Это защитная реакция, опять же. То есть, понимаете. Психопат не смеется, значит, не защищает. Значит. Как бы смех, это защитная реакция. И то, что он проиграл в карты, и то, что он наш, про это все тоже, как бы, не про психопата. Психопат бы не стал играть во всю эту историю. Значит. Дальше. Стравил его на разговор, спросил, зачем он так поступил. Он сказал, я вообще не понимаю, зачем все эти отношения с такими чувствами. Я не понимаю, что это такое любовь. Да. Он никогда любви не чувствовал, очевидно. Никогда я не общался, я чувствовал себя дураком. Зачем я это делаю? Мне не нравится общаться. Мне интересно. Мне кажется, я никогда не женись и буду один. Это, значит, еще раз повторю, это слова человека, который старается все чувства себе подавить. Это слова отверженного человека. Вот. Далее в диалоге сестры и брата есть очень важный момент. Он не верит в то, что с сестрой может что-то случиться. Это означает, к сожалению, очень сильную личностную незрелость. Понимаете? что никак не говорит о том, что у него психопатия. он не верит в то, что с сестрой может что-то случиться. И это уровень, это рассуждение человека, к сожалению, младше пяти лет. То есть ваш брат просто эмоционально незрелый. В чем-то он зрел. В чем-то. А потом во всем, что касается чувств, нет. Дальше. Сестра ваша, к сожалению, неправильно описала любовь. Любовь это не страх потерять. Потому что человек не вещь, которая находится во владении у другого человека. Сестра, по сути, описала рабство. Я понимаю, вы скажете, что ну это же Сестра, ей всего 16. Да. Но она так думает. И это очень плохо. Просто это демонстрация созависимых отношений. И Коля действительно не боится потерять, потому что для него это не свобода. Это еще один момент, который ощущается им в этом контексте. Не свобода идет наравне с чувствами. Любое чувство в опыте Коли это не свобода. Дальше. Так. Значит, вы говорите, он не любит общаться, может один ни слова не сказать. За год ни разу не поговорил со мной. Например, привет и все. Живет с нами как сосед прошлого. Ну это похоже на, как я сказал, это просто похоже на отверженность. Похоже просто, что ему не уделяли внимание. Не уделяли внимание родители, не уделяли внимание мама. Вот. Плюс не совсем понятно, где папа. То есть очень важна мужская фигура. Мужской фигуры я не вижу. Вот. А поскольку превалирует именно женский коллектив, то все мужественное в нем могло также отрицаться. Если это отрицалось, то, как вариант, такая вот реакция мальчика тоже и могла иметь место быть. Так. Вы пишите, значит, Капу, да, он проявляет агрессию. Сделал больно этой девочке, посмеялся, не понимая, чем он не прав. А он, на самом деле, ни в чем не прав. Потому что девочка, извините, знала, какой парень и сама, как бы, с ним не жила в отношениях находиться. Сама, как бы, решила с ним вступить в отношениях. Так что тут, как бы, прав, не прав, это вообще в корне не те понятия, которые должны быть. Вот. Выборы профессии, руководствуются неинтересными призваниями, а где больше заработать, ну, все равно чем заниматься. Но, опять же, это такой возраст. Сколько им лет? 60 лет. То есть, как бы, я думаю, что про призвания, это, ну, еще рано говорить просто. Тем более, если что там, тех аспектов, которые я назвал. Вот. И в подростковом возрасте, как правило, мальчики только озабочены деньгами. Деньгами. Вот. Это первое. Второе, как бы, ну, опять же, вот доработать денег, да, допустим, чтобы что? То есть, вы поймите, что психопат, он не стал бы так говорить. Не стал бы говорить, что убьет, катает, или что-то еще. Понимаете? Не стал бы говорить про то, что я не понимаю, зачем, зачем, зачем любовь, зачем эти чувства. Не стал, у него же, как будто бы, есть некое тяготение тем, что он ощущает, ну, что он чувствует. Это очень важно. Учеба в порядке, отличник на тренировках капитана команды, никаких падов в сфере нет. А должны быть, он доволен, то есть, не комплекс, не держание, не так хорошо, он гармонит с собой, ни с кем больше. Тут я не верю. Тут я не верю, что он доволен, я не знаю, на основании чего вы делаете такой вывод. Ну, не точнее, что доволен. Когда мы строятся поставили, я сразу подумал о психопатах, тех, кто напряжен личным пациям. Я знаю, что нет ничего хуже студенту медика, который безосновательно лепит диагнозы. Я на четвертом курсе, а вы кто он на четвертом курсе? У нас мамы, с маминой стороны, довольно плохая генетика по женской линии бабочек меланхолик. Неодоглядно лечился от депрессии. Мама лечиться не хочет, явно не в порядке. Я сейчас лечусь у психиатра, тревожно-депрессивная ОКР. Лечусь, кстати, успешно. Ну, знаете, я не хочу ничего говорить, вот, но за счетом, за счетом хода ваших мыслей, мне почему-то, вот, кажется, именно с учетом хода ваших мыслей, мне почему-то кажется, что вы склонны, знаете, как, к истерии. И вы, и вашу маму, и, возможно, бабочку. То есть это дает не тревожно-депрессивно, а именно истерии. Вот. Там еще, ну, у ваших проявлений немного другая картина. Дедочка, мамина, отец такой же, как Коля. Не договаривает, атакует с телеметра. Я не знаю нам ничего. А зачем, вот, вы, вот, уже в сторонах, говорите, я не знаю нам ничего. Зачем вам знать что-то о ком-то? Что вы подразумеваете, просто что-то знать? Далее. Фактически он не близкий, не человек. Ну, да, есть просто закрытые люди, вот такие, почему сразу психопаты. Я его не знаю, он постоянно молчит. А вы знаете историю, почему он стал молчать? Когда мы с дедом были 3 дня в квартиру, он ни разу со мной не заговорил. В молодости скинул маминого кота с балкона. Довольно деспотичный, консервативный человек. Ну, опять же, деспоты консервативны, все деспотичность и консервативность не признак психопатии. То есть, вы считаете что, что все деспоты, все психопаты были? Я человек более чем толерантный, я не считаю, что патология по психике, ставит человека крест, сама такая. Я вот не уверен, что у вас есть патология по психике, если честно. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что вы лечите психопатр, но нет, нет ощущения, что у вас патология. То есть, как бы, одно дело органика, та и совсем другое, это психическое состояние. Что бы не было, я буду любить своего брата, даже если он не любит за мной общаться. Хорошо, но у меня такое ощущение, что у вас любовь больше материнская. Подскажите, что это такой переходный возраст или он реально психопат? Никто вам не подскажет по поводу переходного возраста, да. В любом случае, посоветуйте, как мне с ним общаться и стоит ли. Стоит, конечно, если вы хотите. Если у вас есть какие-то чувства, просто выражайте их, этого достаточно будет. Я думаю, вы подарите ему на билет на концерт его любимой группы и сходите вместе. Сейчас запуталась, я не знаю. А в чем противоречие у вас? То есть, вы хотели подарить ему, там, билет на концерт его любимой группы, и в чем противоречие, если вы говорите, что вы примите брата любыми, или вы будете любить его любыми. Им какая разница, что это на концерт не изменило. Или вы считаете, что билет на концерт его любимой группы как-то ситуацию ухудшит. Если да, то как? Вот. Я думаю, что если и стоит что-то делать для брата, то исключительно не в качестве жертвы, чтобы не было каких-либо ожиданий от него. И так далее. Потому что, мне кажется, что вашего брата именно пугает ожидания в большей степени. Вот. Я могу ошибаться? Конечно, я могу ошибаться. Ну, мне так кажется, мне кажется, что его пугает в большей степени, в большей степени, именно ожидания. Именно ожидания людей, которых он боится не оправдать. И чтобы, чтобы вот, как раз, не переживать по этому поводу. А он, соответственно, просто не вступает в никакие отношения. Вот. Ну, это, по крайней мере, мне видится. Вот. А вот так вот, в целом, мне кажется, что вы крайне предевременно записали своего брата. Ну, я надеюсь, что тоже все хорошо. Вот. Так что не торопитесь. Что касается психолога-психиатра, вы говорите, что это не вариант, мама их не признает. А вам это не помешало лечиться, как вы говорите. Ну, у психиатра. Так почему должно помешать вашему брату, если вы сами возьмете дело в свои руки? Не очень. Мне здесь, честно говоря, понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку качества лучшего. Я желаю вам всего доброго и удачи.